Здравствуйте. Мамаев и Масло. На предварительное судебное заседание, так понимаю, да будет? Смотри, для них это принципиальное дело. Они прекрасно понимают, что будет дальше. Они боятся вот этой цепной реакции, во-первых, от нас и от других. Потому что по стране все больше и больше таких исков. Ну вот, достаточно один человек в Карелии, не помню, как я тебя слух потом сброшу, он больше тысячи исков подал. Представляешь, что такое тысячу исков? Я не представляю, как он это сделал, и там судьи просто вешаются. Мы прекрасно понимаем, что ваши возражения основаны только на одном доводе. На том, что якобы мы злоупотребляем правом. И все. Это ваша точка зрения? Не, ну, исходя из ваших возражений и тому подобное. И те доводы, которые приводятся в других суда, в других регионах. У вас же все под копирку. Абсолютно под копирку. Нет, а зачем изобретать велосипед? Тем более все это прокатывает, да? В других регионах, в судах. Ну, как, то и значит. Если практика определенным образом складывается, наверное, этому есть причины? Ну, я знаю даже эти причины. Значит, вы знаете больше меня. Ну, я могу поделиться, если хотите. Не хотите? Просто судьям тоже не нужны вот эти исковые заявления. У них от этого зарплата не меняется. Будет ли ты тысячу исковых заявлений, либо одно исковое заявление? Так же, как сотрудники полиции. Вы еще думаете, они хотят приезжать на наши вызовы? Да нет, конечно. Они выбрали сейчас тактику какую. Они просто не приезжают. Все очень просто. Роспотреб просто не работает. Сотрудники полиции просто не приезжают. Роспотребнадзор, я могу сказать, что они на все обращения реагируют. В любом случае, если у них есть основания, они выезжают на магазин, также снимают, фотографируют, видео снимают. Если действительно подтверждается что-то, то до нас доходит и документы реагируют. Другой вопрос. Я соглашусь с вами, что сейчас в связи с определенными обстоятельствами есть определенные ограничения на возбуждение административных дел. Здесь, да, я согласна. Но все равно, поверьте, надзорные органы реагируют, выдают нам специальные документы, предостережения, профилактические визиты осуществуют и так далее. Вы же прекрасно понимаете, что вот эта сеть, магнит, это миллиарды, может, триллионы ворочат оборот. Для них вот эти вот предостережения, даже вот эти штрафы, это как слону дробина. Но это смешно. Продавая просрочку и игнорируя все вот эти вот вещи, многократно организация выигрывает. Многократно. То есть, вот есть такое понятие из двух зол. Наихудшее, это отказаться от продажи просрочки. Это очень большие деньги. Это уже бизнес на этом. Вы согласны, что просрочка это бизнес? Нет. Нет? Есть законодательные требования, которые нас обязывают. Да это слова все. Это бла-бла-бла-бла-бла. Хотите, я вам скажу, как вот ваши, скажем так, конкуренты делают? Они не скрывают, они говорят, а зачем нам утилизировать просрочку? Мы просто назовем просрочку пищевые отходы и будем их продавать как пищевые отходы. И прямо вот Денису Анатольевичу мне на голову, как говорится, глазу, под видеокамерой нам это говорят. Директоры в магазине это подтверждают. А у нас есть договор. Мы не платим деньги даже за утилизацию. Мы торгуем не просрочкой, а пищевыми отходами. Классно придумали. Но нет очень такого. Нет, ну может быть дураков нету. Очень грубое нарушение законодательства, то о чем вы рассказывали. Да, может быть дураков нету, которые, вы прямо это говорили. Просто тот дурак, который это сказал, он уже там не работает. Понимаете? Артур Дмитриевич такой есть, супервайзер, нечем, да. Такого наговорил под видеозапись, что я думаю, что уехал в отпуск с последующим увольнением. А то, что я говорю, что вот эту просрочку некие подставные организации покупают и дальше ее превращают в качественный товар, ну в кавычках. Что-то готовят, что-то перефасовывают, а что-то напрямую продают как просрочку. Желающих купить просрочку очень много. Если это дешевле будет, понимаете? У нас же люди как готовы на все что угодно, лишь бы это было дешевле. Ну вы согласны с этим? Вот прям многие люди говорят, вот допустим, лежат просроченные яйца. Да они готовы будут заплатить 50% и купить просроченные яйца и съесть их. Ну так у нас, к сожалению, устроено. То, что людей довели до вот этой нищеты, у нас за просрочку уже дерутся. Вот раньше бомжи дрались вот этих на свалках, а сейчас уже конкуренция. Сейчас просто так просрочку уже в магазине не утилизируют. Это мы вот добиваемся, чтобы просрочку при нас утилизировали, чтобы она была непригодна для последующего использования. Теперь вас все не смогут физически утилизировать, потому что этим занимаются специально. Ну я понимаю, да. Я имею в виду утилизировать не с точки зрения юридического утилизирования. То есть есть два момента уничтожить, либо утилизировать. А просто при нас сделать так, чтобы она была непригодна для продажи. Потому что если мы выявили, развернулись, ушли, просто нам за спину сразу же поставили и все. Ничего не меняется. А если бы хотя бы упаковку надорвем, то все уже потеряет товарный вид, уже не будет желающих купить ее. Вот я под утилизацией это имею в виду. Понимаете, если бы по-честному было, приняли бы законодательство, можно торговать просрочкой. Там есть какие-то, допустим, требования бы были, вопросов нет. А то закон говорит об одном, по факту другое. Хотя, ну, депутаты выходили с такой инициативой. Давайте сделаем, как бы, будем продавать просрочку, там, или, ну, не саму просрочку, вот прямо накануне, как будет товар подходить к истечению сроку годности, будем делать большие-большие-большие скидки и продавать там мало, и мол, в общем, там, тот, и тот. Ну, я как бы за. Ну, почему-то так, видите, не хотят тоже делать. Потому что это уже бизнес, и его крышуют. В наше время любой бизнес крышуется так или иначе не бандитами, да, а, знаете, кем? Властями правоохранительными, которые должны права охранять. У нас только видео было, когда приезжает участковый, там, вот это, знаете, ну, просто видно, что он просто крышует данную конкретный магазин, данную сеть, данного директора и так далее. Раньше что у нас? Затомники полиции крышевали. Ну, раньше, сейчас, что там, проституцию, да? Ну, вот, то есть, просылочка уже, новый бизнес. А у вас, как бы, есть оставание нас обвинять в злоупотреблении каким-то правом. У нас было заявлено ходатайство. К сожалению, когда дело передавалось в районный суд, суд не учел нашу позицию, наше мнение о том, где должно рассматриваться гражданское дело, то есть подсудность. Мы, соответственно, заявили ходатайство. Мы хотим, чтобы ходатайство наше было рассмотрено и дело передано на рассмотрение по нахождению ответчика. Там нам будет более удобно предоставить доказательства, мне, как представителю, участвовать в судебном заседании. В исковом заявлении мы заявили ходатайство об обеспечении возможности осмотра наших доказательств. Это видеозаписи. К сожалению, они имеют очень большой объем. На данный момент мы просто физически не можем принести на каком-то компакт-диске, потому что это занимает много гигабайтов. Единственное, я на телефоне принес, я могу на телефоне включить вот эти видео. И то это не все видео, а смонтированные видеоролики, потому что все исходные материалы, конечно, они занимают больше места. Компьютер я могу принести только в Октябрьский районный суд, чтобы там это обозреть, там либо жесткий диск. В связи с этим мы все-таки просим, чтобы в данном предварительном судебном заседании, мы исходим из того, что сегодня предварительное судебное заседание, а не рассмотрение дела по существу, потому что стадию мы такую не проходили в районном суде. Считаем, что необходимо для цели подготовки к рассмотрению дела, все-таки выполнить определенные мероприятия и передать дело на рассмотрение Октябрьского района суда, где мы сможем уже ознакомиться со всеми материалами дела, в том числе, которые были истребованы мировым судьей. Просим все-таки учесть право ИСА на рассмотрение дела по выбору ИСА, скажем так. Я прошу занести мои возражения, протокол судебного заседания. Я все-таки схожу, что стадия подготовки к судебному заседанию является обязательной, на которой должны учитываться все необходимые моменты, об этом говорил Верховный суд. Нельзя эту стадию пропускать. Как я вам сказал, что необходимость в предварительном судебном заседании, она имеется. Мы на данный момент не можем конкретно сегодня представлять свои доводы, потому что не разрешен вопрос об исследовании доказательств нашей стороны. Я вас услышал, это же мне не мешает. Вот это я хотел заявить. Скажите, пожалуйста, в соответствии с протоколом предварительного судебного заседания, которое состоялось у мирового судей судебного участка номер 5 Ленинского судебного района города Моргенскана, насколько я понимаю, может подтвердить или свою какую-то иную позицию выскажите, но, по крайней мере, замечаний на протокол принесены не были, поэтому имеем то, что имеем. Подставлено было мировому судебному обсуждению вопросу о подсудности настоящего спора, по родовой подсудности, мировая юстиция, либо суды общей юрисдикции. И вот я как вижу из ваших же как раз пояснений, вы возражали. Да, возражали. По подсудности. А чего вы в судебном заседании-то не указали по поводу территориальной подсудности в случае решения вопроса об изменении родовой подсудности настоящего спора? К сожалению, когда я об этом заявил, судья сказал, что судебное заседание уже закончено. Вы можете написать. Я прям непосредственно в судебном заседании. Ну, понятно, что после того, как судья объявила, что судебное заседание закрыто, написал ходатайство и прям там подал. Соответственно, есть входящий номер. То есть это было сделано прям там. Судья, может быть, спешила куда-то. Она не спрашивала наше мнение, что если будет принято такое-то решение, где бы вы хотели рассмотреть и тому подобное. Но незамедлительно с нашей стороны было подано ходатайство. Но поскольку судья уже вынесла решение о передаче, определение о передаче, соответственно, она не могла уже вернуться обратно и рассмотреть наше ходатайство. И сказала нам, данный вопрос уже будет разрешать районный судья, который получит ваше ходатайство. Ну, смотрите, для справки. Чтобы понимать суть происходящего. Вот я смотрю по протоколу. Да, поставлено обсуждение вопроса передачи по подсудности. Вы указываете, что возражаете. Так, так и причины приводите. Соответствующий представитель ответчика не возражает против передачи на рассмотрение данного дела в Ленинский районный суд города Мурманска. Судом решается вопрос о направлении дела для рассмотрения по подсудности в Ленинский районный суд города Мурманска. И после этого судья удаляется в совещательную комнату. Вот, все-таки это же не так, что, ну, сами понимаете, если в судебном заседании были, может, вы просто поясните как. Ну, вот поставил мировой судья на обсуждение вопрос о подсудности спор. И что, сразу в совещательную убежало? Практически так, да. Не, мы, конечно, высказали каждое свое мнение. Есть аудиозапись данного события, как бы все это фиксировало. Да, заслушалось мнение сторон, но вопрос о том, в какой суд, в Ленинский, Октябрьский, там еще какой-то, вообще не поднимался. Стоял вопрос по передаче в вышестоящий суд. То есть, не конкретно, не конкретизировалось, это будет Октябрьский суд, это будет Ленинский суд. Нас даже никто не спрашивал. То, чтобы мы высказались как-то по этому поводу. Если бы нас спросили, конечно, мы бы сказали, что нам удобнее Октябрьский. Потому что, вот, лично мне сюда ездить очень неудобно. Мой доверитель меня каждый раз в Октябрьском районе забирает, сюда привозит. Вот это все, как бы, очень неудобно. Плюс физически, те материалы, которые у меня имеются, это все у меня на компьютере, это большой объем занимает. Поэтому, хотелось бы, чтобы в судебных заседаниях, я, извиняюсь за вражение, принес этот ноутбук. Ну, в любом случае, мы решили вопрос, каким образом я могу приобщить в материалы дела вот эти гигабайты информации. Я располнил, что мы с терапевтическим. Скажите, пожалуйста, вы вот со своей стороны можете подсказать, что там в судебном заседании при рассмотрении настоящего гражданского дела было у мирового суди судебного участка номер 5? Обсуждался вопрос о территориальной подсудности в случае передачи дела в суд общей юрисдикции от мировой юстиции? Обсуждался вопрос о передаче в районный суд. Причина, основание передачи, судья подробно это пояснила. Про Октябрьский районный суд речи не заходило. То есть территориальную подсудность не обсуждали? Ну, насколько я помню, нет. Ну, возможно, есть запись материала дела. То есть тут я... Так как это было в начале декабря... Ну, я вас понял. Все дословно не запомнишь. Да, и, Ваша честь, если как бы есть сомнения, мы можем просто прослушать фрагмент от этой записи, да и все. Нет сомнения. Письменный протокол читаю тоже здесь не вижу. Я просто уточнил на всякий случай у лиц участвующих в деле, потому что да, из письменного протокола тоже не следует это. А что вы так далеко сели? Вас плохо будет слышно. Не переживайте. Домникаться надо вам поближе, не? А то студийный микрофон и вас не возьмут. Я громко разговариваю, когда надо. Да? Хорошо. Просто люди ждут этого процесса, им тоже интересно. Узнать мнение магнита. К сожалению, они разделяли гид-шоу, поэтому... Ну, люди хотят хлеба и зрелищ. А чем тогда была обусловлена вообще подача изначально искового заявления в мировом суде Ленинского района, а не Октябрьского? На тот момент нам было удобно подать именно так. То есть это чисто обусловлено тем, что удобно было на тот момент. А в Октябрьске-то почему? В Октябрьске, потому что доказательства, о которых я ходатайствовал в исковом заявлении, обеспечить возможность просмотра, они все-таки будут удобно предоставить по месту, скажем так, моего проживания, по месту нахождения ответчика в районный суд, Октябрьский районный суд. Ну, как я вам говорил, что это большой объем видеозаписи, я не могу сюда принести ни флеш, у меня просто нет таких флешек, и флешки почему-то не воспринимают. А какая разница, вам флешку принести либо в Октябрьский, либо в Ленинский суд? Флешку, я так понимаю, я не принесу, я принесу ноутбук. Ну, ладно, ноутбук. Разница, то какая, куда нести ноутбук, в Октябрьский, либо в Ленинский суд? Ну, теоретически вроде как бы никакой разницы, но мне неудобно. Вот, давайте я вам так скажу, что я сюда приезжаю все-таки на автомобиле моего доверителя, он меня оттуда забирает, то есть вот эти лишние телодвижения очень неудобны. А там я живу через дорогу, может быть даже мой доверитель не будет приходить в судебное заседание, и мы очень сильно упростим данную процедуру рассмотрения дела. Потому что по большому счету он меня просто забирает, сюда привозит, потом отвозит. А там я вышел из дома, перешел дорогу с ноутбуком, который я взял, так сказать, у своих товарищей, все это показал. Я понял, так вот смотрите, а почему именно Октябрьский-то суд, вот исходя из правил подсудности, установленных Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации? Так, потому что в соответствии со статьей 17 закон о защите прав потребителей, право ИСА по делам о защите прав потребителей выбирать подсудность, либо по месту нахождения ответчика, либо по месту проживания, либо там заключение договора. У нас нахождение и заключение договора совпадает с Октябрьским судом. Поэтому он так выбирает, и на данный момент он, в принципе, на мой взгляд, не обязан обосновывать, почему. Хотя мы как бы вам обосновываем. Есть и другие моменты, но я не хотел бы об этом распространяться. Нам удобней Октябрьский районный суд, и просим вот это право все-таки учить. Нет, это я все вас прекрасно понял, но вы сами же понимаете, прекрасно, в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации нет такого положения об определении правил территориальной подсудности, где удобно, какой-то стороне. Ладно, берем закон о защите прав потребителей. Есть альтернативная подсудность, либо по месту нахождения ИСА, либо по месту нахождения ответчика. Ответчик в Октябрьском округе будет зарегистрировано? У нас обеспечение филиал, филиал зарегистрирован, да, в проспект Ленина, 8-2. Это к Октябрьскому административному округу относится? У вас официальный филиал, да, здесь поставлен? Да, по выписке ИГРУ, да. На налоговом учете, да, состоите? То есть вы по этому основанию присаживаетесь, по этому основанию, по месту нахождения ответчика? С точки зрения законодательства мы выбираем посудность, исходя из тех вариантов, которые нам закон предоставляет. И, соответственно, мы берем вариант, удобный для нас. Я просто еще раз повторю, чтобы понятно было. Я вас правильно понимаю, альтернативная подсудность, установленная Гражданским пациентальным кодексом Российской Федерации в части рассмотрения споров о защите прав потребителей, допускает выбор подсудности спора, либо по месту нахождения ИСА, то, что касается защиты прав потребителей, в вашем случае это защита прав потребителей, либо по месту нахождения ИСА, либо по месту нахождения ответчика. Вы говорите, что вы хотите, чтобы данный спор рассматривал суд по месту нахождения ответчика? По месту нахождения ответчика, по общим правилам, то есть правилам мы просим все-таки, чтобы суд рассматривал по месту нахождения ответчика. Нам так удобней, не просто так законодатель применил право выбора. Это с точки зрения удобства. Я по-другому это никак не расцениваю. Так, а у вас присаживайтесь. Ленина вы говорите еще раз сколько? Да, филиал зарегистрирован согласно выписке ИГРУ по адресу Мурманск, проспект Ленина, 82, офисе Судбина. Это арктика, да. Понятно. По итогу-то вы-то чего думаете? Также ходатайствуйте передачу по подсудности, либо что? Уважаемый суд, мы оставляем на рассмотрение суда данное ходатайство, потому что я вам честно скажу, обществу, что в Октябрьском, что в Ленинском суде этот спор одинаково, скажем так, приятен. Поэтому на рассмотрение суда. Поддерживаете, да, ходатайств? Да, поддерживаем. С учетом мнения ответчика, им все равно, соответственно, нет оснований для удовлетворения. Всем приятно, я думаю, всем будет приятно встретиться в Октябрьском суде. Пока присаживайтесь. Убаляйте, возвращайте мяковку для разрешения ходатайств вашего. Вы знаете, что в магните любые овощи и фрукции не имеют срока в годности. Только в магазине, а только в магазине, а только в сеть магнит. Любой вы возьмете, там киви, допустим, манго, там написано, срок годности не ограничен. Такого не бывает. Каждый продукт имеет свой срок годности. Только сеть магнит, срок годности не ограничена. Элементарно, картофель, 45 суток срок годности. У вас прям каждая картофеля на 45 суток одинаковая, с одинаковым этим видом лежит. Вы берете киви, упаковку киви, написано, что не ограничено. Возьмите рисовой товар, тоже киви или картофель. А я не говорю про рисовой товар, я говорю про обычную. Хорошо? А это необычно по-вашему, что картофель в килограмм не продается? А то есть вы сейчас продолжаете считать, что пищевые продукты не должны иметь срок годности? Почему вы ставите, обобщаете? Почему пищевые продукты? Потому что в статье, по-моему, пятая, там прописано, что все пищевые продукты должны иметь срок годности. Там нету обоговорки. Вот картошка можно не иметь. И пятая чего? За незаконной защите прав потребителей, либо вот этого, продажи качества этих продуктов. Законной защите прав. Есть медикаменты, пищевые продукты, бытовая химия. На них обязательно должен быть установлен срок годности. Обязательно, понимаете? И там не написано, допустим, на порошок надо устанавливать, а там, не знаю, на лосьон не надо. Там нет такого, ну, разграничения. У меня большая к вам просьба, уважаемые оппоненты. Вы просвещением занимаетесь у ваших подписчиков, зрителей. А мы этим и занимаемся. Нам повод нужен. Они нуждаются у вас, поэтому меня просвещать не надо. Вы поймите, что та манера подачи, она возможна только с вашим участием. Я не хочу участвовать. А вам придется участвовать. Я участвую в судебном процессе. Ну вот, да. Если суд сочтет, Ленинские районы, Октябрьские районы, суд без разницы. Если он сочтет приемлемым заслушать, засматривать по 10-20 гигабайт, ну, что, будем сутками сидеть, засматривать. Как-то съехали с того, что мы обсуждали. При чем здесь это? Что обсуждали? Я же вам уже сказала. Мы говорим о том, что ваши магазины должны все-таки выполнять требования законодательства. Независимо от того, как мы к этому относимся. Мы выполняем требования законодательства. Ну, это слова. Вы не смотрите на другие обстоятельства. А на какие можно смотреть обстоятельства? Если вам говорят, что должен быть указан срок годности, вы говорите, мы не учитываем какие-то обстоятельства. Вот если бы ваш магазин закрыли на 90 суток, на 3 месяца реализацию каких-либо товаров, сразу бы все обстоятельства были устранены. Но, к сожалению, это не в ваших силах пока что. Вот, к сожалению. Вот, видите, вот. У нас, как порой, решают другие вопросы. Кому, кто, 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 чего принесет и угостит. Для этого специальные органы государственного государства. Нет, я же не говорю о том, что мы это сделаем. Я говорю о том, что если бы так сделали, у вас бы отменились бы те обстоятельства, о которых вы даже не говорите. Какие могут быть обстоятельства? Есть требования. Нельзя продавать пищевые продукты, если не установлен срок годности. Все на этом. Мне кажется, это оно очень все просто. Вы нас умудрились в ваших возражениях в чем только не обвинить. Я вас ни в чем не обвинил. Ну, подпись-то ваша стоит на возражениях. Вы же писали. Вы же там, помню, говорили, что вот ваши возражения, суды принимают внимание, дословно цитируют и тому подобное. Да я уверен, что ваши возражения были написаны в конечном итоге не вами. Вам просто спустили. Вот ваша позиция. Вы, пожалуйста, ее дальше и преследуете. Вы свободны. В статистской волеизъявлении, вероисповедании в своих мыслях. Поэтому, если вам так удобно думать, думайте. Ну, пускай это будет так удобно. Я просто правильно его заметил и слагаю свои мысли. Диалог. У нас сами диалог. Время же идет, поэтому мы как бы можем побеседовать. Это то, что не в наших силах. Мы можем каждый день приходить, снимать все овощи и фрукты с реализации. Все. Каждый день. Каждый день. Сколько за месяц наберился? Миллионов 10. На 10 миллионов. Убытка в магазинах. То есть по-другому. Применится обстоятельств? Или нет? Сыры просроченные тоже телегами снимать. Можем даже их снять и поломать. Просто все уничтожить. Ну, поломать. Чтобы ему не продаваться. Денис, только вот надо сразу повправлять, чтобы мы будем делать все в рамках закона. Да, обязательно. Просто так мы ничего не ломаем. Конечно. Не указать свободность, некачественный товар нельзя реализовывать. Все. Вот если все-таки вы сегодня посмотрите этот ролик, на котором я вам сказал, вы увидите, что вскрывают икру, икру вскрывают ваши работники. Понимаете? Денис Анатольевич только помогает. То есть икру там по 500 рублей баночка вскрывает. Вот через делу, да. Потому что иначе бы продадут. А то, что вы как бы правильно заметили, есть такое как бы со стороны некоторых потребителей, как злоупотребление правом. Есть такое. Я как бы с какой-то точки зрения вас поддерживаю. Разумно себя вести на рынке. Но разумность должна и с вашей стороны быть. Вы заявляете о каком-то злоупотреблении, мы вообще впервые подаем исковое заявление. Да, у нас много инструментов, как мы можем, скажем так, защищать свои права. В том числе путем компенсации морального вреда. Но это не единственный способ. Естественно, мы его на нем не ограничимся. У нас есть право на самозащиту. Злоупотребление, это если бы у вас был идеально чистый магазин, мы тут забежали одну штучку, нашли просрочки. Денис, я тебе приведу пример. Вы знаете, что это злоупотребление? Вот приходит человек в ресторан, да, и не хочет платить за обед. Он достает из кармана, не знаю, гайку или там муху и туда. Я не хочу платить, понимаешь? Вот это называется злоупотреблением права. А когда ты покупаешь просроченный товар, его на камеру, условно говоря, съедаешь, они считают... Если вы заведомо выбираете скоропорт какой-то, да, там, и на камеру демонстративный... А вы считаете, считаете... На товаре же указан срок годности. Да. А вы считаете, что он не имеет права этого сделать? Нет, себя отравить по собственной воле ради Бога. Никто человеку не помешает, каждый сам хозяин своей. Знаете, иногда приходится, ну, чем-то жертвовать, да. В свое время, скажем так, ученые, врачи собой жертвовали, они эксперименты на себе устраивали. Вот Денис Анатольевич, можно сказать, эксперименты на себе устраивает, чтобы вот... Если попадет в больницу, потом мы снимем видеоролик, я конкретно сниму видеоролик, как Денису было плохо. Мы наконец-то докажем причинно-следственную связь, что он съел булочку и оказался в больнице. А то, значит, покупать просрочку можно за деньги, а есть нельзя. Но, извините, он заплатил за нее деньги, за эту просрочку. Да он может с ней распоряжаться, как хочет, он может ее выкинуть. Он заплатил за нее деньги. Он может, я не знаю, там, кому-то отдать, там, собачку по колено. Сам может съесть. Это на свой страх и риск он действует. Мы же буквально недавно обсуждали о том, что, как бы, да, было у законодательства о том, что, кажется, есть какие-то продукты, которые можно, там, допустим, употреблять. Потому что, одно дело, если молочно-кислые продукты, там, колбасные изделия, да, ни в коем случае нельзя это есть. Ну, хлеб, если съел, он не отравится. Думаю, что 99,9% он не отравится. Ну, агоноэллиптические свойства, конечно, потеряются. Он может уже черствую, сухую, хрустеет. Ну, не те вкусовые качества. Но хлебом он при этом останется. Белки, жиры, углеводы получат. Может, не то удовольствие потом получат. А то вы говорите, значит, деньги заплати. Правильно? Но не ешь. Я так не говорю. Ну, только что скажу, что он ест. Но он не имеет право скушать. Я говорю вам о том, что у вас для того глаза и есть, чтобы... А, вот, вот какая у вас у всех позиция, понимаете? А вы заведомо выбираете просрочку и ее поглощаете. Ну, с вашей стороны. Вот какая у вас позиция, понимаете? Хорошо, все, все. Облашается резистивная часть определения. Определение 9 апреля 2023 года в городе Мурманск. Лениска, районный суд города Мурманска, состава председательствующего судей Теченка, пресектора Ситрова, с участниками СМС, председателя Отвечья Магмая, председателя Отвечья Камы и МВИ, рассматривающего судебного заседания Нижданского дела поиску Масла, Денис Анатольевич, акционерного общества тандеры компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителей ст. 359-166 Г Reginaazkка HA суд определил в удовлетворении хатащу Масла, Дениса Анатольевича о передаче кажданского дела поиску Масла, Дениса Анатольевичу по акционерному очисту тандеры компенсации морального вреда в связи с нарушением прав потребителей по подсудности в Октябрьские районы сут города Мурманск отказать. На определение может быть подана частная жалоба в Мурманске областной сут через Ленинский район сут города Мурманска в течение 15 дней. и со дня его вынесения определения по любви будет изготовлено сегодня, после чего направлено сторонам по адресам, указанным в исковом заявлении. И по одному рассмотрению дела продолжается в данном суде, в данном же составе. Хочу для протокола занести возражение, потом заявить отвод. Значит, первое возражение в связи с тем, что наше ходатайство без каких-либо видимых оснований не улетворено, основания не оглашены, мотивированная часть не оглашена, оглашена только результативная часть. Считаем, что нам отказано не обоснованно, не мотивировано. Наши права нарушены, причем с учетом того, что не ответчик не возражал. Мы настаивали, обосновали с точки зрения Гражданского процессуального кодекса, с точки зрения необходимости подготовиться к судебному заседанию, с точки зрения того, что обратил я внимание, что предварительное судебное заседание по какой-то причине не назначено, я считаю, что данные действия со стороны судей недопустимы. В связи с этим нами заявляется отвод, потому что когда начинается рассмотрение дела уже с грубейших, на мой взгляд, процессуальных нарушений, то так дело не может рассматриваться. Естественно, мы подадим частную жалобу. Соответственно, мы будем сейчас ходатайствовать о отложении рассмотрения дела до момента, как мы подготруем частную жалобу, потому что мы считаем, что в данный момент нам препятствуют в реализации наших прав, а именно определение подсудностей. В связи с этим заявляем отвод, потому что мы считаем, что в данной ситуации суд по каким-либо причинам заинтересован в исходе дела. По каким причинам, скажите? Нормы Гражданского процессуального кодекса не обязывают знать все причины. Есть подозрения считать вашей необъективностью. То есть предположение. Недоверие. Предположение, что возможно есть какое-то уже заранее принятое решение по нашему делу. И передача этого дела на рассмотрение другого судей может приведет к тому, что может быть будут нарушены какие-то договоренности между заинтересованной стороной и конкретным судьей. Предположение вы спросили, я вам говорю. Ну да, это и спросили. То есть у меня есть основания предполагать, что судья каким-либо образом заинтересован в исходе дела. Потому что я не вижу законных оснований отказать. Почему? Потому что стороны не возражают. Одна из сторон настаивает, ссылается на нормы Гражданского процессуального кодекса, на закон о защите прав потребителей. Как вы правильно обратили внимание, что вопрос не ставился, какой суд будет рассматривать в судебном заседании у мирового судьи? А чего не обжаловали-то определение мирового судьи? Потому что мы подали ходатайство, которое должно быть сейчас рассмотрено. Я понял. Ну, когда мировой судья передавал в Ленинский суд, чего не обжаловали, что не согласны с этим определением? Ваша честь, прошу не принимать на личный счет, но вот эта фраза, почему не обжаловали, и ваше право обжаловать, это наше право. Да. Мы не обжаловали, потому что в этом нет необходимости. Я понимаю, что вы можете таким образом попытаться нас обвинить, что мы там где-то проявили бездействие. Я считаю, что нету оснований вообще даже задавать нам такой вопрос, почему мы не обжаловали. Наша право обжаловать, либо не обжаловать. На данный момент мы заявили ходатайство. Причем это ходатайство заявили еще у мирового судьи. Есть конкретный номер, сейчас я вам скажу, от 7-го числа. Я вам просто скажу, для протокола, чтобы это было зафиксировано. 7-го декабря за номером входящим 11-0-44 было зарегистрировано наше ходатайство, где мы просим рассмотреть дело по подсудности, по выбору истца, по месту нахождения ответчика, конкретно ссылаемся. То есть все, все. Поддерживайте ходатайство, вы отводите? Поддерживаюсь. Убражаю. Сторону РФСА не приведено каких-либо оснований. Это рассмотрено действующим ППК ГРФ о возможности отвода судьи. Дополнительно он разъясняется по отказу по подсудности, передачи дела по подсудности. Если вы обратите внимание, соответственно, со статьей 33 ГРФ, именно частью ее четвертой, указано, что дело направлено из одного суда в другой долг, он будет принято к рассмотрению судом, в котором оно направлено. Споры по подсудности между судами РФ не допускаются. Это и выявляется основанием для отказа в удовлетворении данного ходатайства, в связи с тем, что в данном случае суд к производству принимал не исковое заявление, а уже дело, которое пришло по подсудности из мирового участка. Мирового судья, судебного участка. У меня есть ходатайство. Мы считаем, что мировой судья, вынося свое определение, нарушил наше право и не учел наше желание. Я понимаю, о чем вы сейчас говорите. Я, скажем, возможно, соглашусь с тем, что спор о подсудности не допускается. Но поскольку мы пришли в эту стадию, да, уже не по нашей вине, мы должны все-таки использовать те процессуальные нормы для того, чтобы защитить свои права. В данном случае я считаю, что мы имеем право обжаловать то определение, о котором вы сказали. В связи с этим хочу, чтобы был перерыв, дали нам возможность такую частную жалобу подать, чтобы областной суд вынес конкретное решение. Ну, только через суд, который вынес решение. Вы поняли, да, если вы обжалуете, если вы намерены или там... Ну, понятно. В любом случае мы сейчас сделаем документ, мы копию документа вам в суд предоставим. Я вас понял прекрасно, что вы хотите сделать, не обязательно так сильно усложнять. Вот у нас ведется... Ну, для протокола, да. ...потоколирование судебного заседания, вы все сказали, что намерены обжаловать определение мирового судья. В принципе, как одно из оснований, которое вы обосновываете ходатайство об отложении рассмотрения дела, в принципе, для суда понятно и ясно, и нет необходимости сейчас суду в настоящем случае передавать какое-то заявление от руки написанное, которое не поступило, например, туда же в мировой суд, да, не зарегистрировано нигде. Как таковое доказательное или какого-то значения оно иметь не будет, сам факт, намерение вами обжаловать уже сам по себе достаточное. Достаточно. Поэтому что вы просите? Отложить рассмотрение дела? Отложить, да. Нам просто нужно физическое время, чтобы сейчас написать эту частную жалобу и отнести в соседнее здание. Продерживайте. Присаживайтесь. 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 Суд определил с учетом заявленного ходатайства, а также принимая во внимание, что в том числе подготовки к рассмотрению дела по существу, судом были истребованы материалы. Пуссов садила полиция номер один, а также из прокуратуры Октябрьского административного округа. На сегодняшний момент данные материалы не поступили, принимая во внимание высказанную позицию стороной и стал намерение обжаловать определение, соответственно, с которым определены правила подсудности по настоящему гражданскому делу в совокупности данных обстоятельств. Суд усматривает основания для удовлетворения данного ходатайства и отложения рассмотрения дела по существу без подхода к рассмотрению в настоящем судебном заседании в связи с отсутствием соответствующих поступивших по запросу суда сведений и в связи с достаточной обоснованностью заявленного ходатайства. Поэтому ходатайство удовлетворяется, а делослушание откладывается. Все, спасибо. Что хотели, получили. Стоится, мы не пьем так катаньем. Спасибо.